Я довязала джемпер и демонстрирую, что у меня получилось. Вот такой вот эффект. Как я его создавала, все части, все этапы, я записывала видео, рассказывала, как я делаю и что делаю, почему именно так, вы можете посмотреть по ссылке, историю этого джемпера под этим видео, все ссылочки. И сейчас хочу рассказать вам о его особенностях, почему он именно такой. Это джемпер-корректор фигуры, идеальный корректор, потому что если выполнять основу из наиболее нейтрального цвета, вот такого светленького, а полосы яркие, контрастные, бросающиеся в глаза, мы не видим силуэт, мы не видим контур, мы видим только расходящийся принт, яркий, ядерный, а за бросается только вот эти вот полоски, а за ними контур размывается, его как будто бы не видно, поэтому если у вас такие особенности фигур, которые вы хотели бы скрыть, либо наоборот подчеркнуть, идеальная конструкция. Кому он больше всего подходит, вот как корректор, например, мне, у меня фигура, типичная груша, вот треугольник, очень узкие плечи и на фоне таких узких плеч бедра кажутся слишком широкими, то есть вот треугольник, треугольник, мне нужно уравновешивать верх и низ, что мы делаем, опускаем немножко принт на предплечье и кажется, что у меня плечи-то вот тут широкие, вот расходящиеся такие широченные плечи, хотя на самом деле плечики-то вот они, идеальный корректор, то есть не видно ширину плеча, она скрыта, плечи разворачивают. Если у вас фигура яблока, фигура яблока, это отсутствие талии, но и чаще всего присутствует животик. Животик тоже не виден, животик-то на самом деле никуда не денется, он как бы такой останется, но его будет не видно, потому что вот я имитирую животик, полоски как шли, так и идут, где там животик. Если у вас бока какие-то особенные, их тоже нет, где бока? Нет боков никаких, есть тонкая талия. И очень интересная особенность сутулая спина. Сутулая спина вообще очень мало что может исправлять, чаще всего их подчеркивают. Здесь, обратите внимание, если спина даже сутулая, ну сутулая не сутулая, а полоски идут ниже и они ровненькие, то есть спина визуально выпрямляется. Сумасшедший эффект, который дает очень мало какая другая деталь. Вот принт. Причем такая особенность этого изделия, что мы можем вязать не ядерные полоски, вот такие вот яркие, которые в глаза бросаются, не все приемлют такие цвета. Это может быть ажур, это может быть жаккард, полоски жаккарда. Представьте себе линию бегущих оленей. Я знаю фанатов оленей, так вот можно пустить оленей, они просто бегут по диагонали. Тоже очень интересный и позитивный эффект. Они точно так же будут привлекать взгляд и уводить от проблемных мест. Ну, наверное, нет смысла вам рассказывать, показывать, как выглядит выкройка, потому что создавала я эту выкройку, создавала изделие в программе Книд Стайлер и в программе Дизайн Книд. И там, и там, на выбор. Этой модели в программе нет, то есть в качестве базовой модели она отсутствует. Поэтому моделировала я ее из конструктора. Берем точной рукав, дорисовываем из точного рукава кимоно, делаем новый контур. Поворачиваем эту модель так, чтобы совместить критически важные точки. А какие тут точки нужно совмещать? Точку плеча. То есть точку плеча можно вывести в точку плеча, собственно, если вам плечи подустраивают ваши плечи, либо опустить, если нужно их увеличить. Дальше мы совмещаем пройму, потому что полоски должны полностью поместиться в ширину изделия. И мы совмещаем низ. То есть точка низа тоже может выйти в сам низ изделия, может выйти в любую точку, которую вы захотите. Вот эти три точки нужно совместить в одном изделии. Совместили. Есть полоски. Полоски я прорисовывала в программе генератор полос. Ссылку увидите под этим видео. Ну и в одной из программ я как раз рассказывала, как с этим генератором работать. Пожалуйста, тоже смотрите. И если интересно, рисуйте, создавайте свои шедевры. Так вот, совмещаете все три полоски. Мы разворачиваем детали так, чтобы они ровно улеглись на нужные места. После этого отрезаем рукав, провязываем его отдельно. Четыре детали и ваша задача будет только сшить, ровненько совмещая полоски. Собственно, ничего сложного, если вы идеально умеете работать в программе. Сможете, вяжите. Если не можете, не понимаете, как я предлагаю вам вместе со мной провязать это изделие. Но если вы не можете работать в программе, предварительно пройти курс по изучению этих программ Книстайлер и Дизайн Книд за пять дней. За пять теоретических уроков мы с вами полностью изучим программу Книстайлер или Дизайн Книд. И изделие, которое вы видите на мне, является шестым уроком. Это практическая часть, подтверждающая, что вы полностью владеете этими программами. За пять уроков мы с вами полностью изучим работу программы Книстайлер или Дизайн Книд. На выбор. Мы с вами научимся работать с базовыми моделями, с конструктором. Мы с вами научимся моделировать. Причем будем выполнять сложное моделирование, когда берется часть одной детали, отрезается и с разворотом приставляется в другой детали на примере японского плеча. Будем знать, как дублировать, хранить, размножать, увеличивать, уменьшать любые выкройки без ограничений. Мы с вами поработаем с петельными пробами, потому что не придется больше где-то хранить на бумажках. Все петельные пробы, которые вы когда-либо вводили в программу, будут там храниться. Вам не надо их больше вязать, вам надо будет просто выбрать из списка. Мы с вами поработаем с узорами, которые есть в галерее программ. Научимся брать оттуда, увеличивать, уменьшать, разворачивать, корректировать и составлять собственные галереи. Любые рисунки мы сможем увеличивать, уменьшать, разворачивать, накладывать на изделия. Мы с вами научимся конвертировать фотографии и картины из интернета или ваши личные собственные, превращать их в узоры для вязания. И после работы с этими программами, подобное изделие совершенно не будет представлять для вас сложности. Потому что вы сможете внести свои корректировки, свои изменения. Изменить длину, ширину горловины, ширину рукава, длину, ширину изделия, направление и ширину полос. Вы свое изделие создавать будете сами, не пользоваться чужими схемками, а делать так, как нравится вам. Поэтому смотрите ссылку на курс Книсталер Дизайн Кни за 5 дней под этим видео. И не пропустите, в следующий раз я вам расскажу, что мне не понравилось в этом изделии и как я справлялась с этими проблемами. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить много полезной и интересной информации по машинному вязанию.